Валерий Рашкин вместе со своим постоянно молодым помощником, тоже депутатом Госдумы, Денисом Парфеновым, похоже, затеяли кампанию за честные выборы. И начали они ее, похоже, со встречи с избирателями около здания ЦИК. Так, ролик есть на его одноименном канале, Валерий Рашкин, он называется «Встреча у ЦИК за честные выборы». Его там легко посмотреть. Народу собралось прилично, суть поднятых ими вопросов, думаю, понятна. Они убеждены, что ЦИК готовит масштабные фальсификации, и трехдневное голосование, электронное голосование и голосование по почте введены для того, чтобы эти фальсификации облегчить. О чем они прямо и заявили людям? И понятно, их избиратели с ними согласились. Здесь, наверное, думаю, нужно добавить, что, впрочем, как и очень многие люди в нашей стране. То, что выборы у нас все вернее становятся не выборами, а их имитацией, думаю, понятно уже всем, скажем так, более или менее соображающим людям в нашей стране. Интересно, что в ходе встречи началась сильная гроза, и пошел дождь, это в разгар аномальный жарит. И Валерий Рашкин сказал, что даже небо услышало их и осуждает Элу Панфилова. Вот как он об этом сказал. Даже небо разразилось громом и молнией на Центральную избирательную комиссию в лице Панфиловой в возмущении подготовки фальсификации на выборы в Государственной Думе. «Небо разразилось! Молнии громом! Услышал, а она не слышит! А Илья Пророк предупреждение с молнией громом уже Панфиловой сделал! И мы делаем!» «Вот вам! Вот подтверждение моих слов!» Что здесь можно сказать? Думаю, что это очень правильная и разумная инициатива. Компания за честные выборы сейчас найдет понимание и поддержку очень многих людей. И самое главное, она действительно способна существенно снизить фальсификацию пользу Единой России. И чем больше будет привлечено внимание людей к выборам, чем больше их непосредственно придет на выборы. Понятно, лучше. Лучше в третий, последний день этого самого пресловутого трехдневного голосования. Чем больше людей запишется в наблюдатели, тем труднее номенклатуре будет реализовать свой план провести в Госдуму 350 представителей Единой России. Думаю, что в этом плане такая компания очень умный и очень грамотный ход КПРФ. Но проблема в том, что это, надеюсь, пока не ход КПРФ, а ход только Ева Московского городского комитета. И о поддержке со стороны Зюганова и компании я пока не слышал. Я уже говорил, что не считаю КПРФ коммунистической партией и объяснял почему. Напоминаю, по моему мнению, КПРФ нельзя считать коммунистической партией, пока она продолжает исповедовать сталинский научный коммунизм, который не имеет никакого отношения ни к науке, ни к коммунизму, и является сознательным извращением коммунистического учения. Также я уже говорил, что более того, я не считаю КПРФ партией вообще. Я считаю ее только одной из ширм, прикрывающих номенклатурную систему в нашей стране, которая осталась точно такой же, как в СССР. И продолжает выражать интересы, нет не олигархов, как очень модно сегодня выражаться, а паразитического класса номенклатуры. Путинский режим с позиции настоящего коммунистического учения, а не научного коммунизма, ничем не отличается от советского. В настоящем коммунистическом учении системы, которые сложились, что в Советском Союзе, что в современной России, называются политаризмом или азиатским способом производства, АСП. И по настоящему коммунистическому учению АСП хуже и намного хуже, не только капитализма, но и даже рабовладения. Мой подробный ролик о политаризме будет на конечной заставке. Но сегодня ситуация наконец начинает меняться. И меняться в положительном плане. А это очень обнадеживает. Конечно, рядовые коммунисты стараниями, что Зюганова и компании, что Путина и компании, понятия не имеют даже о том, что существует само такое слово – политаризм. Но все больше и больше рядовых коммунистов понимают, что Зюганова и компания, и Путин и компания – это одно и то же. И понимают не столько умом, сколько сердцем. И уже ясно, что не только в нашей стране, но и в КПРФ возможны серьезные перемены. И я, как человек левых убеждений, безусловно, искренне желаю КПРФ, точнее, настоящим рядовым коммунистам, как можно скорее сделать из КПРФ настоящую коммунистическую порту, а не инструмент для обмана народа. Равно как и желаем поддержать акцию Рашкина за честные выборы. Ежу понятно, что Зюганова и компания попытаются, как говорится, тихой сапой, эту компанию дезавуировать. Но если ее поддерживают рядовые коммунисты, многое может измениться. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики, какие именно вы видите на конечных заставках.